Двадцатый вопрос. Проект федерального закона о проведении эксперимента по установлению специализированного налогового режима автоматизированной и упрощенной системы налогообложения. Докладывает Андрей Михайлович Макаров. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, на самом деле вашему вниманию во втором чтении сейчас было представлено четыре закона. Первые три из которых, это законы, которые у нас проходят в пунктах повестки 18, 19 и 20, это пакет, который комитет по бюджету предлагает поддержать. Вот мы с вами вчера рассматривали законопроект, связанный с единым налоговым счетом для облегчения жизни налогоплательщика. Вот этот пакет законов, это важнейший шаг по облегчению не просто налогоплательщиков, а тех, кому наиболее сложно тратить деньги на бухгалтерию, на администрирование налогов. Это, в первую очередь, естественно, упрощенная система налогообложения. И вот именно технологические возможности, которые разработаны сегодня, позволяют решить те моменты, которые предлагаются в этом законе. Сразу хочу сказать, что законопроект, в отличие от вчерашнего законопроекта, который мы видим, какой дает результат, как и так далее, предлагается провести эксперимент. Эксперимент в течение пяти лет. Для этого предлагаются четыре региона страны, которые наилучшим образом подготовлены к применению такого эксперимента именно в силу технологических возможностей, потому что, напомню, что именно в этих регионах проходил эксперимент изначально по самозанятым. Вот предлагается в тех же четырех регионах провести этот эксперимент. Поскольку у нас было очень много предложений, поправок, давайте расширим, давайте еще какие-то регионы дадим, мы говорим о чем? Давайте поступим, посмотрим, как в течение, скажем, полугода это будет работать, а потом уже будем рассматривать вопрос о том, надо ли расширять или надо дорабатывать какие-то детали. Почему это важно? Потому что на самом деле, вот если вы посмотрите, здесь же поправки идут, сам закон об эксперименте, идут закон поправки в бюджетный кодекс, поправки в налоговый кодекс. И вот важнейшее, с чего я начинаю, потому что вот первый, как бы, один из важнейших вопросов был, а как это скажется на региональных бюджетах? Именно поэтому, просчитав вот в тех регионах, где будет эксперимент, как должно быть, предлагается важнейшая поправка с точки зрения распределения доходов, именно по предложению регионов, если правительство внесло нам 50 на 50, предлагается поменять 54 на 46 в пользу регионов. Очень важно, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Эти 46% идут на самом деле не в федеральный бюджет, точнее, то есть они зачисляются в федеральный бюджет, но идут они на компенсацию в пенсионные фонды, чтобы компенсировать права тех граждан, пенсионные права граждан, то есть тех, кто попадает в рамки этого эксперимента. Именно поэтому вот в данном случае это очень важный момент, то, что мы должны посмотреть, как этот механизм будет работать. На самом деле, еще раз хотел просто объяснить, что идет не просто максимальное упрощение, мы рассматривали в первом чтении, вы подробно об этом говорили. По существу мы создаем ситуацию, когда упрощенщикам не понадобится своей бухгалтерии, не понадобится представлять отчетность, когда все это будет достигаться за счет возможностей кабинета налогоплательщика и банка, через который проходит операция. Все остальное налоговые органы должны сделать сами. Вот смысл тех трех первых законов, которые здесь предлагаются. Вот это, по каждому из них есть поправки, которые мы будем рассматривать сейчас уже, как таблица поправок. Я просто объяснил то, что у нас идет в втором чтении. Естественно, вот все эти элементы были доработаны. Но, естественно, не могу. Если можно, Иван Иванович, я сразу по трем докладываю, чтобы потом не возвращаться к докладу, если можно. Коллеги, но сразу хотел бы сказать, что одновременно в рамках 19 вопроса, это поправки в налоговый кодекс, кроме вот СН онлайн, то есть тут упрощенки, вот то, что и так далее, мы рассмотрели и были внесены мною 10 поправок, которые я рассматривал в понедельник, комитет поддержал. Это поправки связаны, на самом деле, не уже с вопросом концепции закона, который принимался, а который вызван очень серьезной, я не боюсь этого слова, политической необходимостью. Поэтому я хотел бы именно об этом сейчас сказать более подробно. Дело в том, что специальная группа Европейского Союза, которая существует по оценке законодательства стандартным эффективного управления в налоговой сфере, специальная группа, дала заключение, что Россия должна быть отнесена к так называемой серой зоне. А если законодательные изменения не будут приняты, то должна быть отнесена к группе черных юрисдикций, то есть те, которые не сотрудничают с точки зрения налогового администрирования. Это вот сейчас борьба идет за налоговую базу, и наш закон о САРах, вот то, что мы принимали, две зоны, как вы помните, это зона в Калининграде и остров Русский, у Калининграда и остров Октябрьский, соответственно, они сочли, как то, что мы создаем юрисдикции, куда могут уходить компании других стран, но при этом у наших компаний возможности быть зарегистрированы там нет. Если мы будем формально анализировать эти законы, мы увидим, что для этого вывода есть основания. То есть такая возможность существует. Я не хотел бы сейчас говорить, чего в этом решении европейцев больше экономики или политики. Я думаю, что все-таки это не та сфера, к которой относится, но это очень важные вопросы, очень важные вопросы, потому что попасть в серый или в черный список очень легко, выйти оттуда нельзя. А последствия включения в список – это удар по всей внешнеэкономической деятельности страны и по любой компании, которая работает за рубежом. Поэтому, реально, трое суток мы работали вместе с правительством, и родились вот эти 10 поправок, которые дополнительно вносят в этот закон. Сразу хочу сказать, чтобы не возникал вопрос, потому что сразу, естественно, возник вопрос, а, простите, не получится так, что они из регионов, все побегут вот в эти юрисдикции, регионы избавятся от доходов? Нет. Потому что мы прописываем специальную норму о том... Можно минуту добавить? Спасибо. Добавить минуту. Прописываем специальную норму, что для того, чтобы компания могла перерегистрироваться в САР, необходимо согласие региона, в котором она зарегистрирована сейчас. Почему это возможно? Да просто потому, что для редмицелляции основа создания САРов была согласие, в любом случае редмицелляция возможна только если страна, например, Кипр соглашается, что компания оттуда уходит. Это абсолютный аналог. Мы предлагаем точно такую же зеркальную норму. Если там требуется согласие страны, значит, тут требуется согласие региона, откуда компания уходит. Но я думаю, что у нас с вами нет никаких сомнений, что такое согласие... Мне бы не хотелось дальше входить в публичное обсуждение этого вопроса. Коллеги, я доложил суть этих вопросов. По поправкам во все эти законы особых проблем не было. Я предложил перейти к таблицам по правам. Если по ним будут какие-то вопросы, я готов дать любые пояснения. Спасибо. Спасибо, Андрей Михайлович. Коллеги, доклад по трем законопроектам сделан. Переходим к рассмотрению таблиц поправок по законопроекту номер 18. По таблице поправок номер 1. Будут ли вопросы? Нет. Таблица поправок ставится на голосование. Включите режим голосования. Скажите результат. Таблица поправок принимается единогласно. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет. Таблица поправок ставится на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Законопроект ставится на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Коллеги, мы на совете говорили о том, что мы эти законопроекты рассмотрим в третьем чтении. Если нет возражения, если будет по мотивам желающий выступить, то после третьего законопроекта. Ладно? Нет возражений. Все? Прямо сейчас, да, хотите выступать по мотивам? Я это и предложил. Я это и предложил. Хорошо. Коллеги, ставится на голосование пункт 18 в третьем чтении. Да, пожалуйста, центральную трибуну. Отмените голосование. Коллеги, у меня предложение чуть-чуть, извините, Иван Иванович, то, что мы говорили на совете. Просто это три законопроекта, это единый пакет. Мне кажется, что нам надо сначала рассмотреть все их во втором чтении, а потом по очереди поставить их в третьем. Вы абсолютно правы, но просто проголосовав в третьем чтении любой из этих законопроектов, мы как бы решаем вопросы по двум остальным сразу, до того, как мы рассмотрели их во втором. Я, правда, большого смысла в этом не вижу, но, пожалуйста, Валерий Карлович Гартунг к поведению. Уважаемый Андрей Михайлович, если можно, процедура второго чтения не предусматривает задавание вопросов, да, но вы в своем выступлении очень подробно остановились на поправках, которые затрагивают налогообложения в специальных административных районах. Поясните, пожалуйста, действительно об этом идет речь сейчас, потому что первоначально пункт повестки, немножко другая норма была. Пожалуйста, коротко только, Андрей Михайлович, пожалуйста. Коллеги, это имеет отношение к 19-му законопроекту, а не к 18-му. 18-й идет только ОСН онлайн. А то, что вы спрашиваете сейчас по 19-му, я думаю, что если будет таблица поправок, если будут какие-то вопросы, я готов дать пояснение по всем этим вопросам. Но к 18-му, который сейчас мы рассмотрели, это не имеет никакого отношения. Спасибо. Коллеги, ну давайте рассмотрим все во втором чтении, потом начнем голосовать в третьем чтении, и по мотивам будет желание выступить. 19-й вопрос. Прико федерального закона внесения изменений в части 1-й и 2-й Налогового кодекса Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации. По таблице поправок номер 1 будут ли вопросы? Нет, таблица поправок ставится на голосование, включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Есть ли вопрос по таблице поправок номер 2? Нет, таблица поправок ставится на голосование, включите режим голосования. Покажите результат. Принимается таблица поправок. Законоправок ставится на голосование во втором чтении, включите режим голосования. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Двадцатый вопрос. Проект федерального закона внесения изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации. По таблице поправок номер 1, в ней одна поправка. Есть ли вопросы? Нет, таблица поправок ставится на голосование, включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Законоправок ставится на голосование. Во втором чтении включите режим голосования. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Перед рассмотрением в третьем чтении вопрос. Есть ли желающий выступить по мотивам? Есть включить режим записи по мотивам сразу по трем законопроектам? По пакету. Покажите список. Я думаю, что сэкономим время все-таки. Покажите список. Гартон Валерий Карлович, пожалуйста. Хорошо. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, изначально в первом чтении у нас была позиция по всем трем законам за проголосовать, но учитывая, что во втором чтении в 19 пункт повестки внесены поправки, касающиеся специальных административных районов, у нас позиция немножко изменилась. Мы по 18 и 20 пункту поддерживаем принятие законопроектов, а вот по 19 мы согласиться не можем. И вот почему. Когда создавались эти специальные административные районы, это не что иное, как внутренние офшоры. Я с этой трибуны выступал и говорил, что мы вообще не видим никакого смысла в этом. Мало того, даже Европейский Союз обратил на это внимание, что, собственно говоря, мы такие дыры офшорные создали, что, скажем так, другие государства заметили их. Сами-то мы их не заметили, что у нас тут внутри страны дыры офшорные, а вот иностранные государства заметили, и мы получили риск включения в черные, в серые списки и так далее. А вообще-то, когда мы их создавали, я вам про это говорил, что это неправильный путь. Но Государственная Дума с нами не согласилась и приняла решение создать такие административные районы. Поэтому мы настаиваем на том, что это зло, нужно как можно быстрее от таких административных районов избавляться. У нас есть, к сожалению, в истории негативный опыт, когда у нас там специальные закрытые административные территориальные образования были. Там применялись специальные налоговые режимы, закончилось это очень плачевно. И для компаний, и для руководителей их за то, там посадок было много, вот, эти льготы тиражировались. Государство в то время, когда не было денег на выплату пенсии, теряло огромные деньги, но кто-то там на этом наживался. Вот, чтобы не повторять этот исторический опыт, мы считаем, что с этими административными районами нужно заканчивать. Поэтому позиция нашей фракции такова, что 19-й пункт мы не поддерживаем, а 18-й, 20-й поддерживаем. Спасибо. Потому что там речь идёт об экспериментальных налоговых режимах. Мы принципиально с этим согласны, что обкатать на некоторых регионах экспериментальный налоговый режим – это нужно. Спасибо. Спасибо, Валерий Карлович. Чапов Михаил Викторович, пожалуйста. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, наша фракция приветствует любые меры, направленные на облегчение и упрощение жизни микро- и малых предприятий. Однако, на наш взгляд, законопроект предлагает слишком осторожный подход к процессу введения автоматизированного СН. В текущем виде в проекте закона слишком жёсткие ограничения, что сильно ограничит поле его применения. И лишь небольшое количество предприятий сможет перейти на новую систему налогоблажения. Но даже если какие-то предприятия смогут соответствовать всем требованиям, то любые изменения в их работе будут приводить к возврату на обычную СН или общую систему. Увеличится численность персонала, расширится география или изменится характер операций, предприятию придётся восстанавливать учёт и внести дополнительные затраты при возврате к стандартной системе налогоблажения. Возможно, стоит в будущем по итогам анализа и итогов эксперимента смягчить требования для таких предприятий, чтобы они не переходили на общую систему и УСН по любому поводу. Также возможно, стоит предусмотреть переходный период и параметры, в рамках которых перешедшие на автоматическую УСН смогут оставаться в ней и дальше, несмотря на нарушение ограничений, которые произошли в связи с их развитием. За этот период микропредприятия смогут подготовиться к переходу на УСН или УСН и, например, с очередного года начать вести учёт доходов и расходов в необходимом виде. Что касается внесённых во втором чтении поправок, направленных на уточнение регулирования специальных административных районов. Я напомню, что это два, по сути, внутренних офшора, созданных для комфортного возвращения наших олигархов из других юрисдикций. Наша фракция выступала против создания внутренних офшоров. Мы принципиально не согласны с любым отходом от политики деофшоризации. Российские предприятия должны быть зарегистрированы в России, платить налоги в России на общих основаниях в соответствии с российскими законами. Несмотря на это, что мы выступаем против самой концепции внутренних офшоров, мы готовы поддержать поправки, направленные на уточнение статуса предприятий на их территории. Если уж офшоры существуют, то как минимум деятельность компании на их территории должна быть для нас прозрачной. И мы ранее вносили пакет законопроектов об этом, но они, к сожалению, были отклонены. Мы считаем, что в дальнейшем должны последовательно двигаться в сторону полного уничтожения любых внутренних офшоров. Также, как я отметил выше, мы считаем, необходимо проанализировать правоприменение представленного законопроекта и по итогам этого анализа принять решение о его корректировке. Фракция поддержит принятие пакета законопроектов. Спасибо, Михаил Викторович. Андрей Михайлович Макаров, пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, на самом деле, все-таки возвращаясь к главному, на самом деле, хотел бы поддержать то, что сейчас говорил Михаил Викторович. Абсолютно справедливо, мы обсуждали это подробно на комитете. Вот те критерии для компаний, которые сейчас переходят на ОСН онлайн, они сформулированы именно для эксперимента. Мы должны посмотреть, как работает, чтобы не возникало рисков для региональных бюджетов. Естественно, после этого мы можем рассматривать и параметры с точки зрения количества работающих и так далее. Но давайте все-таки, поскольку речь идет о оригинальных бюджетах, пока рисковать не будем. Напомню, что первое для расширения режима по нашим самозанятым нам понадобилось полгода. Вот через полгода мы уже начали его расширять. Естественно, тогда вот мы проговаривали все эти вещи. Поэтому здесь это поддерживается. Теперь с точки зрения того, что мы все время говорим о внутренних офшорах. Вот понимаете, в чем все дело? Ведь на самом деле, когда мы это создавали, когда мы это создавали, мы же принимали это все, реально у нас это функционирует с 2018 года, это создавалось для того, чтобы в рамках, в которых оказалась страна беспрецедентных санкций в отношении нас, дать возможность нашим компаниям перерегистрироваться у нас в стране. Вот здесь присутствует, скажем, Алексей Валерьевич Сазанов, который во всех этих переговорах сейчас участвует с европейцами и так далее. Если есть необходимость, он же может тоже это все рассказать. Так вот, в настоящий момент у нас с вами 67 компаний перерегистрировались. Что такое 67 компаний? Ведь поймите, это штучный товар. Это не то, что там сотни, тысячи и так далее. Это вот только те компании, которые, мы говорим, международные холдинговые компании, холдинги. Это не завод переезжает куда-то и так далее. Этого там просто нет. И вот сейчас те поправки, которые идут, вот все замечания, которые нам говорят, высказывают. Я еще раз говорю, я не знаю, что больше, экономики или политики больше, но мы как раз и отвечаем на эти замечания. Мы говорим о том, что должно быть не меньше такого-то количества работающих. Должно быть не меньше такого-то количества площади, которые заняты компаниями. То есть мы приземляем компанию. Дальше мы говорим, что должно быть вложено. То есть, иными словами, мы снимаем вот те формальные аргументы, которыми к нам сейчас вышла Европейская комиссия. В чем я, да строго, у нас и спора с правительством нет. Я не знаю, поможет это, чтобы нас не внесли или нет. Потому что я считаю, что вполне может быть политическое решение, и нас все равно внесут. Тогда будет ясно, что это не экономическое, а политическое решение. А вот то, что мы слышим сейчас, поставить под страшную угрозу всю внешнеэкономическую деятельность, нанести удар по компаниям, только говорить, мы всегда были против этого. Вы видите сейчас, какую политическую ответственность готовы на себя взять эти люди. Только одну, демагогия. Мы, к сожалению, отвечаем за страну. И поэтому в данном случае, в практике «Единая Россия» предлагает поддержать эти поправки. Коллеги, обсуждение завершено. Переходим к голосованию в третьем чтении. Стоит на голосование 18 вопрос. Проект федерального закона о проведении эксперимента по установлению специализированного налогового режима автоматизированную упрощенность системы налогообложения. Включите режим голосования. Прокажите результат. Закон принят. Ставится на голосование 19 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Включите режим голосования. Прокажите результат. Закон принят. И ставится на голосование 20 вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в статье 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Прокажите результат. Закон принят. Идненогласно. Спасибо. 21 вопрос. Закон принят. В первом чтении предлагаемый к отклонению. Проект федерального закона.